Это сейчас на улице Воронкова спокойно, как и в остальных уголках областного центра. Весной она рискует стать одной из самых обсуждаемых. Ежегодно угрозу потопления 2-го и 3-го микрорайона создает река Чегиринка. Но местным все же удастся забыть о трудностях. В этом году на участке между Студенческой и Кантемирово обустроят ливневую канализацию. Она протянется почти на 400 метров. Еще одна ливневка, но уже внутриквартальная и в три раза меньше, появится на Пионерской 155. Подобные изменения этим летом запланированы минимум на 8 городских участках. Впрочем, самые масштабные работы предстоящим летом развернутся на Театральной от Октябрьской до Станционной. Здесь проведут водоотведение, заменят дождеприемные решетки, частично отремонтируют асфальт, приведут в порядок тротуары. А на пересечении с Северной установят трехглазый регулировщик. Выбирались участки уличной дорожной сети, там где у нас сети в более надлежащем состоянии, чтобы у нас не получилась ситуация, что мы сегодня меняем покрытие, а завтра устраняем аварийные ситуации. То есть акцент был сделан именно на это. Акцент сделают и на улице Лозо. Заменить разрушенный асфальт в районе Амурска и Горького горожане давно просили. Приятным бонусом для них станет и новое освещение. Фонари станут ярче за счет светодиодных ламп. В общем, в этом году на большинстве участков, предварительно их в плане больше 30, учтут все до мелочей. Позволит финансирование – 620 миллионов рублей. Львиную долю средств – 405 миллионов – город получит благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Кстати, деньги из Москвы будут идти до 2024 года. Задача данной программы – это к 2024 году дороги данной агломерации должны соответствовать транспортно-эксплуатационному состоянию нормативу процентом соотношения 85%. То есть мы фактически отремонтируем основные магистральные улицы и улицы, которые задействованы в маятниковой миграции населения. Это близлежащие населенные пункты. То есть люди едут на работу и с работы домой. До конца недели городские власти отправят на согласование проектно-сметную документацию. К ремонту же дорожники приступят традиционно с наступлением тепла. Компания продлится с мая по октябрь.